Чингисхан Чингисхан Главный руководитель проекта Чангу Амин Идея Гэцзян Сценарии Шучи Сянь Чжу Яутин Главный оператор Гэцзян Постановка трюков Цзэ Вэй Чун Музыка Чжан Чаньи Главный продюсер Батыр Режиссер Чжу Вэнь Цзэ 25 серия Налей еще Отец Хан Отец Я не должен был говорить тебе об этих гадких слухах Я был неправ Нет, отец Я старший брат Я обманул ожидание моего отца Это я был неправ Я не хочу слушать ваш пустой вздор Я собрал вас четверых сегодня здесь Чтобы выслушать ваше мнение о том, кто должен наследовать мой престол Чагатай, говори Хорошо Среди нас четверых Джо Чи самый старший Военных заслуг и способностей у него больше, чем у меня Я хочу служить отцу на пару С моим старшим братом И пусть каждый из нас двоих Отрубит голову тому, кто станет попусту прятаться Пусть ногу отрубит тому, кто станет отставать Что касается наследника ханского престола Я думаю, что Огэ Дэй Самый великодушный среди нас Пусть Огэ Дэй будет при отце-государе И пусть отец преподаст ему наставление о ханском престоле Джо Чи, а что ты думаешь? Я буду рад послужить отцу хану на поле брани А Огэ Дэй пусть будет ханским наследником Вы сейчас оба говорите искренне Я никогда не нарушаю данного мной слова Я всегда выполняю свои обещания Огэ Дэй, а что ты думаешь, если ты станешь ханским наследником? Отец, ты милостиво позволил мне высказаться Но что я могу ответить? Что я не смогу? Нет Я думаю, что отцу нужен наследник Который посвятил бы всего себя продолжению дела жизни И хотя я знаю, что я во многом уступаю своим братьям Но я приложу все свои усилия, чтобы справиться с уверенным мне делом Толой, скажи и ты свое мнение Я уважаю мнение своего отца и мнение своих братьев Я же буду всегда с братом, назначенным наследником отца Буду напоминать ему то, что он забыл Буду будить его, если вдруг заспится Буду эхом его, буду плетью его В дальних походах, в коротких листычках Я послужу ему Хорошо Пусть Угадея будет моим наследником Любой государь должен выбирать своего наследника Никому не позволяй нас слушаться моего приказа Или нарушить заключенного соглашения Только так можно обеспечить длительное спокойствие И безопасность нашего государства А также преемственность ханского престола Ладно, идите Сыновья хана просят позволения удалиться Отец Меня беспокоит один вопрос Какой? Если мои сыновья и внуки Окажутся бесталанными и беспомощными Как я смогу доверить им столь важную миссию? Не беспокойся Если среди твоих детей и внуков Не окажется подходящего наследника Среди других моих потомков Обязательно появится хотя бы один настоящий герой И тогда ты сможешь сделать его своим преемником Да, отец Хан Как ты сам желал того? Братья избрали УГД твоим преемником Ты должен быть доволен Но тебя что-то еще беспокоит Ты веришь обещаниям моих сыновей? Ведь Ванхан, Сангум, Джаму, Хохучар, Алтан Все они когда-то тоже давали клятву мне Хан Я тоже боюсь, что после того, как ты покинешь нас Чагатай и Джо Чи уничтожат друг друга Я тоже предвижу это После похода на запад Я отдам Джо Чи старую столицу Хорезма Ургенч И половину Хорезмского царства А новую столицу Самарканд и другую половину Хорезма Отдам Чагатаю Пусть у каждого из них будет свое ханство Тогда они перестанут грызться друг с другом Какая же я глупая Снова наговорила хану столько всего ненужного Нет, ты всегда была очень дальновидной Но твои глаза говорят мне, что ты хочешь сказать мне что-то еще Почему ты видишь насквозь все мои тайны? Говори По монгольским традициям, твой младший сын Талуй должен стать хранителем очага Ему также отойдет большая часть своей армии Уже сейчас военные заслуги Талуя превосходят заслуги Угэдея Джо Чи и Чагатай тоже имеют сильное влияние Поэтому назначенный тобой наследник Угэдэй Самый слабый среди них Можно ли будет успешно реализовать твой план? Не приведет ли он к кровопролитию? Верно Мне нужно приставить к Угэдею своих наиболее авторитетных военачальников и придворных Да, и Елюич Чуцай должен стать самым надежным человеком для Угэдея Если бы ты была мужчиной, ты бы обязательно стала моим лучшим советником 1219 год Это ты, Тимучин? Да Я слышала, что ты снова собираешься в военный поход Она сейчас сознание и все хорошо понимает Если ты хочешь ей что-то сказать, говори прямо сейчас Мать, я собираюсь покорить Запад Запад? Разве Найманы, Сися, Уйгуры, а... Как их? Али-мали Али-мали Еще не все они сдались тебе На этот раз я собираюсь воевать с Хорезмом Хорезм находится еще западнее Западной Ляо Это очень большая, богатая и сильная страна Почему ты хочешь воевать? Я не спрашиваю тебя У тебя должны быть свои причины на это Я лишь думаю, что в этот раз это слишком далеко от нас А противник сильный Эта война может продлиться 8-10 лет Мать Твоего отца отравили татары Тайджиуды бросили меня и моих детей Это было так давно Мне удалось вырастить для Ясугая пятерых его сыновей Пять сыновей-героев Дикими травами и плодами Можно прокормить 9 человек Полевые мыши Что полевые мыши? Полевые мыши Полевые мыши тоже можно Только выглядят они ужасно Она снова впала в беспамятство Все хорошо, не плачь Все хорошо Не плачь Не плачь Все хорошо Хэдаан Ты спасительница для нашей семьи Я отдаю тебе свою мать Позаботься о ней Если со мной или матерью что-то произойдет И мы не встретимся снова Проводи за меня мою мать в последний путь Хан Не беспокойся Ступай со спокойным сердцем Я буду заботиться о ней До конца своей жизни 1219 год Чингисхану 57 лет Монгольская армия Собралась Вместе слияния трех рек И двинулась на Хорезму Так началась эра великого завоевателя Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ты уезжаешь? Да, я уезжаю. Когда ты вернёшься? Пройдёт совсем немного, и я вернусь. Ты снова обманываешь меня. Я слышала, что то место, куда ты едешь, до него надо ехать больше года. А ты едешь туда воевать. Я ещё увижу тебя. Мать! Даже если ты вернёшься, мне сейчас уже восемьдесят. Увидишь ли ты меня ещё? Мать! Мать! Ступай! Ступай! Мать! 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 Когда Чингисхан постепенно приближался к новой столице Хорезма Самарканду, высокомерный султан Хорезма Мухаммед был тоже занят подготовкой к войне. Всевышний, мой свидетель, я оплатил все пошлины за этот год. Клянусь своей бородой, у меня не осталось ни одного черно-бронзового гирхома. Оставь свою бороду. Мы прошли собрать пошлины за следующие три года. Ты понимаешь меня, идиот? О, Аллах, что случилось? Неужели наступает конец света? Почти. Султан поднимает налоги, чтобы защитить нас, правоверных, от этого нечестивца Чингисхана. Ты все понял? Но Аллах знает, что у меня нет таких денег. Тогда мы заберем у тебя товар. Нет, не надо. Не надо. Уйди. Уйди, я сказал. Дорогу! Дорогу! Что случилось? Этот изменник Аллаха проклинал нашего султана. Господин, клянусь своей бородой. Я сказал лишь, что султан должен нас защищать, потому что мы платим ему налоги. Понятно. За такие слова ты должен лишиться своей бороды и головы. Давайте, отведите его к восточному перекрестку и передайте его тамошнему палачу. Пошел! Слушайте меня. Не расплавляйте золотые монеты и не заливайте золото в свои головы. Иначе вы превратитесь в тупиц. Платите налог за три года или умрете. Потому что если мы не нападем на этих варваров-монголов, тогда Чингисхан сам приведет своих восточных неверных. И тогда все мы, неважно кто, все умрем. На мой взгляд, мы должны сосредоточить все наши силы на берегу реки Амударья. И, используя этот природный ров, сдержать нападение Чингисхана. Смогут монгольские лошади, похожие на кроликов, перелететь через реку Амударья. Раз монгольские лошади не смогут перейти Амударью, нам лишь нужно обеспечить защиту северных переправ, и мы будем в полной безопасности. В противном случае мы посеем панику среди людей, и после того, как все это закончится, простой народ будет насмехаться над нами за то, что мы преувеличиваем опасности. У меня настроение не такое хорошее, как у вас троих. Неужели монголы действительно такие беспомощные, как вы только что их описали? «Погоди, это не я его так описал, а помощник послов Чингисхана, Мохаммед, он настоящий мусульманин». Но мы не должны верить ему. Насколько я знаю, Чингисхан очень умел использовать своих людей, и с того момента, когда Чингисхан начал объединять степи от своей власти, ни один из его военачальников еще ни разу не предал его. Как знать, может быть, этот Мохаммед нарочно пытался усыпить нашу бдительность. Он мусульманин. Среди тех 500 торговцев из Монголии, которых ты убил, кажется, тоже были мусульмане. А глава монгольской посольской делегации, которого Ваше Величество казнило, тоже был монголом? Хватит спорить. Джалаладин, а ты что думаешь по поводу предстоящей войны? Мое мнение очень простое. Я согласен с тем, чтобы разместить все наши войска на берегу реки Амударья. Но не для того, чтобы защищаться, а для того, чтобы нанести удар и уничтожить нашего противника, пока он измотан после долгого перехода и не успел расположить свои войска. А Чингисхана мы схватим живьем. Я считаю, что идея генерала Джалаладина лучшая среди всех. Но вы, султан, должны решать сами. Есть еще идеи лучше этой? Я согласен с принцем Джалаладином, но мы не можем недооценивать силы врага. Прошу заметить, здесь есть лишь наследный принц Вусалехей, наследнего принца Джалаладина здесь нет. Однако я не согласен с планом разместить наши войска на реке Амударья и дать там решающее сражение армии Чингисхана. Потому что если нам не удастся победить Чингисхана в решающем сражении, тогда мы можем в одном сражении сразу потерять все. Поэтому я предлагаю заманить врага поглубже к нам, измотать его постепенно и уничтожить. А как же наш народ? Ты хочешь, чтобы этот Чингисхан нас постепенно проглотил? Я думаю, нам все-таки лучше расположить армию на Амударье. Достаточно будет лишь охранять паром. Армия Чингисхана не перейдет через реку. Монгольским воинам будет нечего есть и нечем кормить своих лошадей. И их армия развалится без сражения. На нашей земле не растут трава и зерновые? Довольно спорить, но сегодня хватит. В любом случае, пройдет еще полтора года, прежде чем монголы доберутся до Амударьи. У нас еще достаточно времени для того, чтобы разработать стратегию. Идея Джалаладина, несомненно, была единственно верной. Если бы харизмский султан выбрал его тактику, возможно, армия Чингисхана потерпела бы поражение на реке Амударья. Но у истории нет сослагательного наклонения. После стольких лет непрерывных войн, монголы испытывали нехватку в войнах и денежных средствах для содержания армии. Регулярная монгольская армия насчитывала 250 тысяч человек. При этом нужно было держать войска на границе с государством Цзинь. Так какова же была численность армии Чингисхана, которая отправилась в военный поход на запад? Исламские историки называют цифру 600-700 тысяч. Ла Седе говорит, что после смерти Чингисхана монгольская армия насчитывала 120 тысяч. Японские историки полагают, что их было менее 200 тысяч. Но одно точно. Для этого похода Чингисхан мобилизовал всех мужчин от 16 до 70 лет. Он также направил своих людей в Хоихе, Алимали, Хану Херлути, тем правителям на западе, которые сдались ему с требованием отправить ему свои войска. Мухали еще привел 5000 мастеров и ремесленников из восточной части Цзинь. Алимали, Хану Херлути, Ваше Величество Султан Почему ты не объявил мой приказ? Почему ты еще здесь? Вы еще не ответили на предложение Джалаладина Предложение Джалаладина? Какое предложение? Напомни мне Предложение о том, чтобы направить нашу 4000 кавалерию и 3000 пехоту на реку Амударью для решающего сражения с Чингисханом Мы не должны рассредотачивать наши силы или, что еще хуже, заманивать врага глубже в нашу страну Я уже знаю Джалаладин слишком молод и горяч Считает, что с монголами так просто справиться Хорошо, я устал Передай мой приказ ханам Слушаюсь Хан и Хорезма Наш султан плохо себя чувствует и не может сам провести собрание Но Всевышний уже предрек нашему султану, что мы победим в этой священной войне Он поведет нашу доблестную армию, численность которой в три раза больше численности монгольской И мы разобьем Чингисхана Султан выбрал следующую тактику для предстоящей войны Он и его старший сын Джалаладин со 110-тысячным войском будут защищать Самарканд Другие ханы своими силами будут защищать свои территории Ваше Высочество Хайрхан Его Величество Султан выразились ясно Война вызвана Хайрханом И ваш город Эдала будет первым городом, по которому монголы нанесут удар Султан направляет хана Халача и 10 тысяч воинов, чтобы помочь тебе в обороне Эдалы Меня? Прошу ханов позаботиться о собственной обороне Уважаемый генерал Тимур Мелик Этот алчный Хайрхан не дал мне ни гроша с того, что он отобрал у монгольских торговцев Теперь, когда монголы наступают, почему я должен сражаться за него? Это приказ султана, императрицы матери Ты собираешься ослушаться его? Ты не думаешь, что ты не думаешь, что ты не думаешь Я и не думал, что можно так быстро превратиться из высокомерного в настолько слабовольного человека Императрица-мать узурпировала власть, но ведь она невежественная и ничего не знает Султан самодоволен и капризен Они собственными руками погубят харизм Джалаладин, ты должен взять на себя ответственность и спасти нашу страну и наш народ Я уже более не наследный принц, и у меня есть лишь мой меч Джалаладин Я передал твои слова твоему отцу Мы должны вывести нашу четырехтысячную кавалерию и трехтысячную пехоту за пределы нашего государства в западный Ляо Куйгурам и Найманам, и дать Чингисхану решающее сражение Мы не можем распылять наши силы и вести пассивную оборону Они уничтожат нас поодиночке Но султан не послушал нас Он уже напуган до смерти тем монголам Джебе Подождем Это займет больше года, прежде чем Чингисхан перейдет через степь, покрытые снегом горы и пустыню Гоби Возможно, к тому времени что-нибудь изменится Лишь бы мы успели Великий хан, Чулаун принес вести из Сися Великий хан, наложница Хулан Когда прибудут войска Сися? Они не придут Что? Правитель Сися отказался направить свой войск в западный поход Но он ясно сказал, что поможет мне, почему же он не держит своего слова? Что сказал тебе правитель Сися? Он сказал, что раз Чингисхан считает себя непобедимым и сам решил пойти в поход на запад Зачем ему делить славу покорителя харизмы с кем-то еще? Что? Он еще смеет насмехаться надо мной? Хан, не нужно гневаться Правитель Сися думает только о своей выгоде и не помнит о своем долге Сегодня он твой союзник и он отправляет тебе свои войска, чтобы напасть на государство Цзинь А завтра он друг Цзинь и требует у того награду для себя Послезавтра он снова нападет на Цзинь, заключив союз с Цзинь Хан, к чему позволять этому проходимцу огорчать себя? Ох, она начинает сдавать нервы Если так будет продолжаться, я начну беспокоиться о его здоровье Он доверяет даосскому монаху Чан Чунь Минан и Елюи Ши Хай уже уехали в Шандун отвезти туда указ, оставленный мною для хана, и пригласить его к нам Надеюсь, что Чан Чунь сможет дать ему хороший совет Хану нужен покой и тишина, как раз то, что ему может дать даосский монах Угадай, что мы можем сделать сейчас? Я попробую Отец В чем дело? Отец Я пришел, чтобы послушать твои наставления о военной стратегии Во-первых, способ огня и страха Когда ты воевал с найманами, ты заставил каждого воина зажечь ночью по пять костров и этим напугал до смерти Таян Хана Во-вторых, способ зубила Наносим удар одновременно в трех направлениях При этом сконцентрировав свой удар на одном из направлений, мы прорываем защитные ряды противника и проникаем в гущу противника Третий — это вынимание сердца Это как забивая барана, вскрываем брюхо и достаем его сердце Используя свои отборные войска, стремимся проникнуть в самое сердце противника, где хранится их знамя, и отобрать его у них Некоторые называют этот метод ураган и гром Моя армия пронесется, словно ураган, покрывая тысячи лей за считанные мгновения Они, словно коршуны, парящие в небе, будут бросаться на врага, как на добычу И не дадут тому времени, чтобы опомниться и нанести ответный удар Отлично! Замечательно! Главное — нападать на врага стремительно и не давать ему опомниться И ты со своей длинной бородой порицаешь меня за то, что я никак не могу остановиться? Хан! Хан, группа посланников с Запада хочет видеть тебя Они посланцы харизма? Нет, их отправил к тебе халиф Это не тот ли мусульманский глава, о котором несколько лет назад упоминал Дженхай? Да, именно он Зачем он направил ко мне своих посланников? Говорят, что его положению духовного главы мусульман сейчас угрожает султан Мохаммед Хорошо, позови Мохаммеда и позови посланников халифа Мохаммед Здесь Прочитай это Да Западный исламский глава халиф приветствует нашего восточного спасителя Иоанна Подожди Что за спаситель Иоанн? Кто он такой? Здесь есть только хан монгольского царства, Чингисхан И нет никакого спасителя Иоанна Ты не ошибся? Это наш Чингисхан, а не спаситель Иоанн Мы проделали большой путь и прошли через огонь и воду И когда наши силы уже были на исходе Мы повстречали ваш передовой отряд, который спас нас Мы уже знаем, что вы собираетесь напасть на хоризмского шаха Мохаммеда И мы как раз вас искали Вы и есть наш восточный спаситель Иоанн Кажется, они дали тебе такой титул Хан, давайте послушаем, что говорится в письме Хорошо, продолжай читать На протяжении столетий халиф являлся духовным лидером мусульман Хоризм находился под моей властью Позднее он стал подчиняться гурхану династии западной Ляо Недавно сын найманского вождя Таянхана Кучлук Вместе с харизмским султаном Мохаммедом Лишили гурхана его престола С тех пор харизм шах стал еще более высокомерным Они захватили исламский мир на востоке и на западе Особенно невыносимым стало то, что они уже несколько раз предприняли военные походы на святую землю И попытались покорить халифа Этот султан Мохаммед совсем обнаглел Захватил халифа на западе, убил наших монгольских купцов Кажется, он действительно собрался покорить весь мир В последние годы стали распространяться слухи, что султан Мохаммед пытается покорить все соседние государства Теперь всем государствам угрожает смертельная опасность Ты спаситель из восточного мира Бог направил нам тебя, спасителя Иоанна Я надеюсь, что ты спасешь исламский мир Все исламские страны будут рады приходу твоего войска Длинная борода, прими посланников как полагается Слушайте мой приказ Армия выступает завтра После того, как я уничтожу харизму Шаха и Хаирхана Я вернусь и сведу свои счеты с правителем Сися Шандун, Лейчжоу, храм Хаотянь Как вы чувствуете себя? Простите за навязчивость Могу я спросить у даосского монаха Ли, может ли монах Чанчунь выехать с нами в ближайшие дни? Мне очень жаль, но мой учитель здесь молится И он уже долгое время не интересовался, что происходит в Поднебесной Посланники Цзинь приезжали к нам до этого После них приезжали суньские посланники Ли Чуань и Пен Ибнь Просили моего учителя помочь им в решении государственных дел Но учитель им всем отказал Я сам лишь маленький придворный Но у меня есть указ Чингисхана Надеюсь, что монах Чанчунь с пониманием отнесется к призыву Чингисхана Найти талантливого человека Который бы сопровождал его в походе на запад Это не имеет никакого значения Мой учитель написал письмо Не передадите ли вы его Чингисхану? Илью Ахай Илью Ахай, нам нужно возвращаться Мы проделали такой долгий путь, чтобы добраться до Лей Чжоу А этот Чанчунь даже не хочет видеть нас Что мы скажем Хану? Господин Елью, не нужно волноваться Он не был бы Чанчуем, если бы тут же согласился поехать вместе с нами Ты хочешь сказать? Ты должен сейчас же отправить кого-нибудь к Чингисхану, чтобы хан написал новый указ И в этот раз было бы лучше, если бы его составил Елуй Чуцай И тогда он согласится? Если он снова не согласится, тогда он более не даосский монах Чанчунь В долине Хорезма, лагерь Чингисхана Если бы Мохаммед развернул свою четырехтысячную армию на берегу Амударьи И дал нам решающее сражение Может быть, наша армия численностью чуть более двухсот тысяч не добралась бы до города Айдала Но он так не сделал Он со своей 110-тысячной армией обороняет Самарканд Еще 100 тысяч воинов он отправил на оборону старой столицы Ургенча и императрицы Матери Оставшиеся войска разбросаны по другим городам, которые ждут, когда мы их уничтожим Этот город Айдала защищает относительно много воинов, 30 тысяч Но мы не можем допустить, чтобы вся наша двухтысячная армия была скована 30 тысячами воинами Хайрхана Наши лошади не смогут подняться на городские стены Я решил разделить нашу армию на четыре группы Здесь останутся Чагатай, Угадей, Шуадзи, Джебе, Хубилай и Джалме Чтобы штурмовать Адалур Остальные три группы нападут на приграничные города и деревни Хорезма Мы должны встретиться у новой столицы Самарканд и нанести удар в самое сердце врага В войне всегда, и раньше, и сейчас Тот, кто держит под контролем время, владеет инициативой Победа во времени сокращает расстояние В сентябре 1219 года монгольская армия, которую ждали только через год Неожиданно возникла у ворот города Эдала Ты уверен, что монгольские воины уже здесь? Ты точно не ошибся? Кто же думал, что они так быстро прибудут? Городские ворота надежно закрыты? Да, закрыты надежно Ворота закрыты Если мы только сейчас вспомнили о них Тогда бы монголы были бы уже внутри города Кто же думал, что они так быстро прибудут? Они что, умеют летать? Убить 500 монгольских купцов и привезти к нам 500-тысячную армию Это все ты виноват Те, кого я убил, были монгольские шпионы Пойди и сам объясни это Чингисхану Продолжение следует... Продолжение следует... Это очень старое вино, спрятанное в подвалах дворца Пей Чингисхан стоит у ворот города Как ты можешь веселиться и пить вино? Да, таких дней у нас осталось немного И мы должны дорожить каждой минутой Свежего воздуха и веселья Я слышала от хана Халача, что у Чингисхана есть правило Когда он воевал с государством Дзинь Он не убивал жителей городов, которые сдавались без боя Хан Халача попросил тебя уговорить меня сдаться Сдаться? Если мы сдадимся, он останется жить, а я умру Чингисхан не прощает вероломство А ты сможешь разбить монголов? Его войска подобны течению рек, они поглотят меня Тогда нам нужно попытаться пробиться через окружение Если бы мы могли прорвать их кольцо, разве я бы сидел здесь и ждал своей смерти? Что ты собираешься делать? Я не могу капитулировать, не могу прорвать блокаду Остается одно — оборонять город, обороняться до последнего А ты сможешь оборонять город? Нет, не смогу Но я должен сражаться до последнего конца, чтобы меня не прокляли все мусульмане Если я умру достойно, то я войду в историю как отважный и мужественный военачальник Дорогая Будь со мной в эти последние часы моей жизни Хан Хаир Хаир Хан Ты словно нераскрывшийся цветок Которому суждено опасть под натиском ветра и дождя Нет Пусть я умру молодой, но ты... Ты был так нежен и добр ко мне Умереть с тобой означает остаться с тобой навеки На что же я могу жаловаться? На что? Любимая Чем ты лучше ко мне относишься Тем более виноватым перед тобой я чувствую себя Мне очень жаль, что я не смог сдержать свою жадность И в итоге принес своей стране Своему народу такое несчастье Как бы мне хотелось снова прожить свою жизнь Тогда бы я смог еще больше заботиться о тебе Еще сильнее любить тебя Но Аллах Не даст мне такой возможности Мне суждено умереть постыдной смертью И втянуть тебя во все это Дорогая Моя самая дорогая Любимая Меньше всего на свете Я хотел бы причинить тебе боль Сказал, что поможет мне Почему же он не держит своего слова? Что сказал тебе правитель Сися? Он сказал, что раз Чингисхан считает себя непобедимым И сам решил пойти в поход на запад Зачем ему делить славу покорителя харизмы с кем-то еще? Что? Он еще смеет насмехаться надо мной? Хан, не нужно гневаться Правитель Сися думает только о своей выгоде И не помнит о своем долге Сегодня он твой союзник И он отправляет тебе свои войска Чтобы напасть на государство Цзинь А завтра он друг Цзинь И требует у того награду для себя Послезавтра он снова нападет на Цзинь Заключив союз с Цзинь Хан, к чему позволять этому проходимцу огорчать себя? Ох, она начинает сдавать нервы Если так будет продолжаться, я начну беспокоиться о его здоровье Он доверяет даосскому монаху Чан Чунь Минан и Елюи Ши Хай уже уехали в Шандун Отвезти туда указ, оставленный мною для хана И пригласить его к нам Надеюсь, что Чан Чунь сможет дать ему хороший совет Хану нужен покой и тишина Как раз то, что ему может дать даосский монах Угадей Что мы можем сделать сейчас? Я попробую Отец В чем дело? Отец Я пришел, чтобы послушать твои наставления о военной стратегии Во-первых, способ огня и страха Когда ты воевал с найманами, ты заставил каждого воина зажечь ночью по пять костров И этим напугал до смерти Таян Хана Во-вторых, способ зубила Наносим удар одновременно в трех направлениях При этом сконцентрировав свой удар на одном из направлений Мы прорываем защитные ряды противника и проникаем в гущу противника Третий — это вынимание сердца Это как забивая барана, вскрываем брюхо и достаем его сердце Используя свои отборные войска, стремимся проникнуть в самое сердце противника, где хранится их знамя и отобрать его у них Некоторые называют этот метод ураган и гром Моя армия пронесется, словно ураган, покрывая тысячи лей за считанные мгновения Они, словно коршуны, парящие в небе, будут бросаться на врага, как на добычу И не дадут тому времени, чтобы опомниться и нанести ответный удар Отлично, замечательно Главное — нападать на врага стремительно и не давать ему опомниться И ты со своей длинной бородой порицаешь меня за то, что я никак не могу остановиться? Хан, не беспокойся Ступай со спокойным сердцем, я буду заботиться о ней до конца своей жизни 1219 год Чингисхану 57 лет Монгольская армия собралась в месте слияния трех рек и двинулась на Хорезму Так началась эра Великого Завоевателя Ах, не беспокойся Ах, не беспокойся Субтитры создавал DimaTorzok Ах, не беспокойся 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ты обманываешь меня Я слышала, что то место, куда ты едешь До него надо ехать больше года А ты едешь туда воевать Я еще увижу тебя Мать! Даже если ты вернешься Мне сейчас уже 80 Увидишь ли ты меня еще? Мать! А как же наш народ? Ты хочешь, чтобы этот Чингисхан Нас постепенно проглотил? Я думаю, нам все-таки лучше Расположить армию на Амударье Достаточно будет лишь охранять паром Армия Чингисхана Не перейдет через реку Монгольским воинам будет нечего есть И нечем кормить своих лошадей И их армия развалится без сражения На нашей земле не растут трава и зерновые? Довольно спорить Но сегодня хватит В любом случае, пройдет еще полтора года Прежде чем монголы доберутся до Амударьи У нас еще достаточно времени для того Чтобы разработать стратегию Идея Джалаладина, несомненно Была единственно верной Если бы харизмский султан Выбрал его тактику Возможно, армия Чингисхана Потерпела бы поражение на реке Амударья Но у истории Нет сослагательного наклонения После стольких лет непрерывных войн Монголы испытывали нехватку в войнах И денежных средствах для содержания армии Регулярная монгольская армия Насчитывала 250 тысяч человек При этом нужно было держать войска На границе с государством Цзинь Так какова же была численность армии Чингисхана Которая отправилась в военный поход на запад Исламские историки называют цифру 600-700 тысяч Ла Седе говорит, что после смерти Чингисхана Монгольская армия насчитывала 120 тысяч Японские историки полагают, что их было менее 200 тысяч Но одно точно Для этого похода Чингисхан мобилизовал всех мужчин От 16 до 70 лет Он также направил своих людей В Хоихе, Алимали, Хану Херлути Тем правителям на западе Которые сдались ему С требованием отправить ему свои войска Мухали еще привел 5000 мастеров и ремесленников Из восточной части Цзинь Алимали, Хану Херлути Ваше величество, султан Почему ты не объявил мой приказ? Почему ты еще здесь? Вы еще не ответили на предложение Джалаладина Предложение Джалаладина? Какое предложение? Напомню, сразу потерять все Поэтому я предлагаю заманить врага поглубже к нам Измотать его постепенно и уничтожить А как же наш народ? Ты хочешь, чтобы этот Чингисхан нас постепенно проглотил? Я думаю, нам все-таки лучше расположить армию на Амударье Достаточно будет лишь охранять паром Армия Чингисхана не перейдет через реку Монгольским воинам будет нечего есть И нечем кормить своих лошадей И их армия развалится без сражения На нашей земле не растут трава и зерновые? Довольно спорить Но сегодня хватит В любом случае, пройдет еще полтора года Прежде чем монголы доберутся до Амударь У нас еще достаточно времени для того, чтобы разработать стратегию Идея Джалаладина, несомненно, была единственно верной Если бы харизмский султан выбрал его тактику Возможно, армия Чингисхана потерпела бы поражение на реке Амударья Но у истории нет сослагательного наклонения После стольких лет непрерывных войн Монголы испытывали нехватку в войнах и денежных средствах для содержания армии Регулярная монгольская армия насчитывала 250 тысяч человек При этом нужно было держать войска на границе с государством Цзинь Так какова же была численность армии Чингисхана, которая отправилась в военный поход на запад? Исламские историки называют цифру 600-700 тысяч Ла Седе говорит, что после смерти Чингисхана монгольская армия насчитывала 120 тысяч Японские историки полагают, что их было менее 200 тысяч Но одно точно Для этого похода Чингисхан мобилизовал всех мужчин от 16 до 70 лет Он также направил своих людей в Хоихе, Алимали, Хану Херлути Тем правителям на западе, которые сдались ему с требованием отправить ему свои войска Мухали еще привел 5000 мастеров и ремесленников из восточной части Цзинь Алимали, Хану Херлути Ваше Величество Султан Почему ты не объявил мой приказ? Почему ты еще здесь? Вы еще не ответили на предложение Джалаладина Субтитры создавал DimaTorzok 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 Когда ты вернешься? Субтитры создавал DimaTorzok 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 КОНЕЦ 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 Налей еще. Отец Хан, Отец, Я не должен был говорить тебе об этих гадких слухах. Я был неправ. Нет, отец, я старший брат. Я обманул ожидания моего отца. Это я был неправ. Я не хочу слушать ваш пустой вздор. Я собрал вас четверых сегодня здесь, чтобы выслушать ваше мнение о том, кто должен наследовать мой престол. Чагатай, говори. Хорошо. Среди нас четверых Джо Чи самый старший. Военных заслуг и способностей у него больше, чем у меня. Я хочу служить отцу на пару с моим старшим братом. И пусть каждый из нас двоих отрубит голову тому, кто станет попусту прятаться. Пусть ногу отрубит тому, кто станет отставать. Что касается наследника ханского престола, я думаю, что Угэдэй самый великодушный среди нас. Пусть Угэдэй будет при отце-государе. И пусть отец преподаст ему наставление о ханском престоле. Джо Чи, а что ты думаешь? Я буду рад послужить отцу хану на поле брани. А Угэдэй пусть будет ханским наследником. Вы сейчас оба говорите искренне. Я никогда не нарушаю данного мной слова. Я всегда выполняю свои обещания. Угэдэй, а что ты думаешь, если ты станешь ханским наследником? Отец, ты милостиво позволил мне высказаться. Но что я могу ответить? Что я не смогу? Нет. Я думаю, что отцу нужен наследник, который посвятил бы всего себя продолжению дела жизни. И хотя я знаю, что я во многом уступаю своим братьям, но я приложу все свои усилия, чтобы справиться с уверенным мне делом. Талуй, скажи и ты свое мнение. Я уважаю мнение своего отца и мнение своих братьев. Я же буду всегда с братом, назначенным наследником отца. Буду напоминать ему то, что он забыл, буду будить его, если вдруг заспится, буду эхом его, буду плетью его, в дальних походах, в коротких листычках, я послужу ему. Хорошо. Пусть Угадея будет моим наследником. Любой государь должен выбирать своего наследника. Никому не позволяй нас слушаться моего приказа или нарушить заключенного соглашения. Только так можно обеспечить длительное спокойствие и безопасность нашего государства, а также преемственность ханского престола. Отец! В чем дело? Отец! Я пришел, чтобы послушать твои наставления о военной стратегии. Во-первых, способ огня и страха. Когда ты воевал с найманами, ты заставил каждого воина зажечь ночью по пять костров и этим напугал до смерти Таян Хана. Во-вторых, способ зубила. Наносим удар одновременно в трех направлениях, при этом сконцентрировав свой удар на одном из направлений, мы прорываем защитные ряды противника и проникаем в гущу противника. Третий – это вынимание сердца. Это как забивая барана, вскрываем брюхо и достаем его сердце. Используя свои отборные войска, стремимся проникнуть в самое сердце противника, где хранится их знамя и отобрать его у них. Некоторые называют этот метод «ураган и гром». Моя армия пронесется словно ураган, покрывая тысячи леи за считанные мгновения. Они, словно коршуны, парящие в небе, будут бросаться на врага, как на добычу, и не дадут тому времени, чтобы опомниться и нанести ответный удар. Отлично! Замечательно! Главное – нападать на врага стремительно и не давать ему опомниться. И ты со своей длинной бородой порицаешь меня за то, что я никак не могу остановиться? Хан! Хан, группа посланников с Запада хочет видеть тебя. Они посланцы харизма? Нет, их отправил к тебе халиф. Это не тот ли мусульманский глава, о котором несколько лет назад упоминал Дженхай? Да, именно он. Зачем он направил ко мне своих посланников? Говорят, что его положению духовного главы мусульман сейчас угрожает султан Мохаммед. Хорошо. Позови Мохаммеда. И позови посланников халифа. Мохаммед? Здесь. Прочитай это. Да. Западный исламский глава халиф приветствует нашего восточного спасителя Иоанна... Подожди. Что за спаситель Иоанн? Кто он такой? Здесь есть только хан монгольского царства, Чингисхан, и нет никакого спасителя Иоанна. Ты не ошибся? Это наш Чингисхан, а не спаситель Иоанн. Мы проделали большой путь и прошли через огонь и воду, и когда наши силы уже были на исходе, мы повстречали ваш передовой отряд, который спас нас. Мы уже знаем, что вы собираетесь напасть на харизмского шаха Мохаммеда. И мы как раз вас искали. Вы и есть наш восточный спаситель Иоанн. Кажется, они дали тебе такой титул. Хан, давайте послушаем, что говорится в письме. Когда ты воевал с найманами, ты заставил каждого воина зажечь ночью по пять костров и этим напугал до смерти Таян Хана. Во-вторых, способ зубила. Наносим удар одновременно в трех направлениях, при этом сконцентрировав свой удар на одном из направлений, мы прорываем защитные ряды противника и проникаем в гущу противника. Третий – это вынимание сердца. Это как забивая барана, вскрываем брюхо и достаем его сердце. Используя свои отборные войска, стремимся проникнуть в самое сердце противника, где хранится их знамя и отобрать его у них. Некоторые называют этот метод ураган и гром. Моя армия пронесется словно ураган, покрывая тысячи лей за считанные мгновения. Они словно коршуны, парящие в небе, будут бросаться на врага, как на добычу, и не дадут тому времени, чтобы опомниться и нанести ответный удар. Отлично! Замечательно! Главное – нападать на врага стремительно и не давать ему опомниться. И ты со своей длинной бородой порицаешь меня за то, что я никак не могу остановиться? Хан! Хан! Хан, группа посланников с Запада хочет видеть тебя. Они посланцы харизма? Нет, их отправил к тебе халиф. Это не тот ли мусульманский глава, о котором несколько лет назад упоминал Джен Хай? Да, именно он. Зачем он направил ко мне своих посланников? Говорят, что его положению духовного главы мусульман сейчас угрожает султан Мохаммед. Хорошо. Позови Мохаммеда. И позови посланников халифа. Мохаммед. Здесь. Прочитай это. Да. Западный исламский глава халиф приветствует нашего восточного спасителя Иоанна... Подожди. Что за спаситель Иоанн? Кто он такой? Здесь есть только хан монгольского царства, Чингисхан, и нет никакого спасителя Иоанна. Ты не ошибся? Это наш Чингисхан, а не спаситель Иоанн. Мы проделали большой путь и прошли через огонь и воду, и когда наши силы уже были на исходе, мы повстречали ваш передовой отряд, который спас нас. Мы уже знаем, что вы собираетесь напасть на хорезмского шаха Мохаммеда. И мы как раз вас искали. Вы и есть наш восточный спаситель Иоанн. Кажется, они дали тебе такой титул. Хан, давайте послушаем, что говорится в письме. Хорошо. Продолжай читать. На протяжении столетий халиф являлся духовным лидером мусульман. Хорезм находился под моей властью. Позднее он стал подчиняться гурхану династии Западной Ляу. Недавно сын найманского вождя Таянхана Кучлук... Он уже не может сам провести собрание. Но Всевышний уже предрек нашему султану, что мы победим в этой священной войне. Он поведет нашу доблестную армию, численность которой в три раза больше численности монгольской. И мы разобьем Чингисхана. Султан выбрал следующую тактику для предстоящей войны. Он и его старший сын Джалаладин со 110-тысячным войском будут защищать Самарканд. Другие ханы своими силами будут защищать свои территории. Ваше Высочество Хайрхан, его величество султан выразились ясно. Война вызвана Хайрханом, и ваш город Эдала будет первым городом, по которому монголы нанесут удар. Султан направляет хана Халача и десять тысяч воинов, чтобы помочь тебе в обороне Эдала. Меня? Прошу ханов позаботиться о собственной обороне. Уважаемый генерал Тимур Мелик, этот алчный Хайрхан не дал мне ни гроша с того, что он отобрал у монгольских торговцев. Теперь, когда монголы наступают, почему я должен сражаться за него? Это приказ султана, императрицы матери. Ты собираешься ослушаться его? Я и не думал, что можно так быстро превратиться из высокомерного в настолько слабовольного человека. Императрица-мать узурпировала власть, но ведь она невежественная и ничего не знает. Султан самодоволен и капризен. Они собственными руками погубят харизм. Джалаладин, ты должен взять на себя ответственность и спасти нашу страну и наш народ. Я уже более не наследный принц, и у меня есть лишь мой меч. Джалаладин, я передал твои слова твоему отцу. Мы должны вывести нашу четырехтысячную кавалерию и трехтысячную пехоту за пределы нашего государства в западные Ляу, Куйгурам и Найманам, и дать Чингисхану решающее сражение. Мы не можем распылять наши силы и вести пассивную оборону. Они уничтожат нас поодиночке. Но султан не послушал нас. Он уже напуган до смерти тем монголам Джебе. Подождем. Это займет больше года, прежде чем Чингисхан перейдет через степь, покрытый снегом горы и пустыню Гоби. Возможно, к тому времени что-нибудь изменится. Лишь бы мы успели. Не можем распылять наши силы и вести пассивную оборону. Они уничтожат нас поодиночке. Но султан не послушал нас. Он уже напуган до смерти тем монголам Джебе. Подождем. Это займет больше года, прежде чем Чингисхан перейдет через степь, покрытый снегом горы и пустыню Гоби. Возможно, к тому времени что-нибудь изменится. Лишь бы мы успели. Великий хан, Чилаун принес вести из Сися. Великий хан, наложница Хулан. Когда прибудут войска Сися? Они не придут. Что? Правитель Сися отказался направить свой войск в западный поход. Но он ясно сказал, что поможет мне. Почему же он не держит своего слова? Что сказал тебе правитель Сися? Он сказал, что раз Чингисхан считает себя непобедимым и сам решил пойти в поход на запад, зачем ему делить славу покорителя харизмы с кем-то еще? Что? Он еще смеет насмехаться надо мной? Хан, не нужно гневаться. Правитель Сися думает только о своей выгоде и не помнит о своем долге. Сегодня он твой союзник и он отправляет тебе свои войска, чтобы напасть на государство Цзинь. А завтра он друг Цзинь и требует у того награду для себя. Послезавтра он снова нападет на Цзинь, заключив союз с Сунь. Хан, к чему позволять этому проходимцу огорчать себя? Ох, она начинает сдавать нервы. Если так будет продолжаться, я начну беспокоиться о его здоровье. Он доверяет даосскому монаху Чан Чунь. Минан и Елюи Ши Хай уже уехали в Шандун отвезти туда указ, оставленный мною для хана, и пригласить его к нам. Надеюсь, что Чан Чунь сможет дать ему хороший совет. Хану нужен покой и тишина, как раз то, что ему может дать даосский монах. Огадей, что мы можем сделать сейчас? Я попробую. Отец! В чем дело? Отец! Я пришел, чтобы послушать твои наставления о военной стратегии. Во-первых, способ огня и страха. Когда ты воевал с найманами, ты заставил каждого воина зажечь ночью по пять костров и этим напугал до смерти Таян Хана. Во-вторых, способ зубила. Наносим удар одновременно в трех направлениях, при этом сконцентрировав свой удар на одном из направлений, мы прорываем защитные ряды противника.